Дорогие братья и сестры, я перед нашей молитвой, я кратко читаю место священного писания, записанное в числах. Это, знаете, есть такая книга, книга чисел, да? В этой книге есть такие интересные слова. Это шестая глава, я читаю из 23 стиха. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам моего, так благословляйте сынов Израилевых, говоря, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывает имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Обратите внимание на эти интересные такие слова, которые Бог дал сам, дал как откровение для Моисея, для всего Израиля, для всех священников, для всех служителей Аарон и сына его, то есть сынам его было это дано, чтобы они благословляли. И они это делали, и народ был благословен. Ну, если вы помните, что народ израильский в своем путешествии или хождении по этой пустыне, ну, не был таким народом, который бы полностью отдал Богу свое сердце, любил его всем сердцем, всей душой, и не были таковыми, правда. Они написаны в описании, роптали, были недовольны на Бога, были недовольны на Моисея. У них много чего было такого земного, как мы говорим, плотского, говоря современным языком, таким библейским. Очень много плотских вещей, ропот, недовольство, все вот эти страсти, похоти, грехи всякие. И мы находим в Писании, что Бог часто гневался на них, и его гнев возгорался. И так как Он Бог святой, Он не мог смотреть на все это беззаконие, на все эти грехи, на все то, что Бог сделал для них столько много милостей, и они, написано, не веровали в Него. Продолжали роптать и продолжали вот так действовать. И тогда Бог нашел выход, братья и сестры. Он нашел выход, как? Чтобы все было хорошо, и Богу было приятно, и народ был благословен. Потому что, помните, Он порывался уничтожить их за то, что они сделали золотого тельца. Да? Бог давал откровения в это время Моисею, давал ему законы, объяснял, как это жить, все, что вы будете жить в этой обитованной земле, и у вас будет благословение. Арон, то есть, Моисей спустился вниз, Арон им сделал тельца золотого, и весь народ там пляшет. Чего за 40 дней всего-навсего? 40 дней – это чуть больше месяца. И люди уже забыли Бога живого, забыли все чудеса. Им хотелось какой-то образ видимый такой, чтобы можно было прикоснуться, потрогать этого Бога своего золотого. И Бог, помните, как Он сказал, разгнелся Господь и сказал нам, Моисей, отойди от них, и я их всех уничтожу. И это было не один раз, но Моисей защищал, и тогда Бог решил вот что – дать благословение, чтобы народ был благословен, чтобы молитва постоянно возносилась, чтобы священники Арон и его сыновья постоянно благословляли народ вот таким благословением. И когда Бог слышал вот эти благословения, которые они провозглашали, его гнев уходил в сторону. И Писание говорит, так пусть призывают имя Мое на сыновых Израилевых, и я благословлю их. Обратите внимание, вот это благословение включает в себя определенные божественные имена, имена Бога. Бог сказал, вот такое имя призывайте на народ, и я их благословлю. Давайте посмотрим, какие это имена Божьи, которые здесь раскрыты, вот в этом благословении. Ну, 24 стих говорит, да благословит тебя Господь. И сохранить тебя. Ну, здесь мы находим две мысли. Первая мысль – это благословение Господне. В еврейском языке слово благословение означает также поставить человека на колени или научить его поклоняться, по-другому говоря. То есть Бог сказал так, чтобы народ благословлял. Пусть народ, то есть, получает такое благословение. Господь, научи нас поклоняться. Пусть Бог научит нас поклоняться. И это первое, чему мы должны научиться. Вот, посмотрите, вот стих у нас есть на стене висит. «Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны что? Поклоняться в духе и в истине». Это самая первая истина, которую люди должны усвоить, приходя к Богу. То есть, веруя в Него. И потом, первое, что? Они должны знать, что Бог есть дух, и поклоняться ему нужно в духе и в истине. Это то, что Бог здесь говорил в этом благословении. «Да благословит тебя Господь! Пусть Господь тебя научит поклоняться Ему!» И вы помните вот эти стихи, которые у нас здесь, вот на плакате, там есть? Бог сказал этой женщине, которая думала, где поклоняться Богу, там на какой горе, или в Иерусалиме, или там в Самаре, или еще где-то. И Иисус Христос сказал, нет, люди поклоняются Богу живому в духе и в истине, и поклоняются внутри самих себя, в своих сердцах, потому что Бог есть дух. Не есть там какое-то суперместо, где человек может поклоняться, но человек может поклоняться везде, где его сердце раскрыто и расположено для Бога. Ну и тем более в собрании, когда мы собираемся. Во-вторых, то есть в этом имени мы находим, что Бог охраняет тебя. Пусть Господь тебя благословит и сохранит тебя. Ну мы все знаем из Писания, что Господь наш, Иисус Христос и Господь Бог, Он есть хранитель. Нам всем необходима охрана. Ну вы знаете, и безопасность. Что такое охрана? Это безопасная жизнь. Вот если я задам вам вопрос, зачем вы вот в Америку эмигрировали? То вы скажете там то-то, то-то, и вот так вот, и поэтому. Но я вам скажу, что все мы эмигрировали ради безопасности. Все. Все, чего ты сюда поехал? Потому что здесь безопасно жить. Здесь полиция, не успеешь, ты едешь, она уже на каждом углу. Я как-то рассказывал, я видел, как они ловили одного преступника. Он ударил машину на перекрестке, выскочил и сбежал. А я как раз шел, прогуливался по парку. Мне интересно стало, думаю, что сейчас будет. Все повыставкивали телефон и начали звонить. Через три минуты понаехало этих полицейских. Я аж сам удивился. Обложили все углы, все дороги. Там какие-то у них связи, телефоны, там друг другу что-то говорят. Я какую-то уже операцию. Ловят какого-то человека, который просто ударил и сбежал. Никто там не пострадал, никто не погиб. Настолько у них все вот это, вот в городах так работает. Тысячи, тысячи полицейских. И я это видел не один раз. Другой раз еду, смотрю, все дороги перекрыты. Думаю, да что такое? Полицейские стоят. Я говорю, остановились там возле одного. Говорю, куда поехать лучше? Он говорит, сюда. Я говорю, а что вы тут? Говорит, ловим тут одного. Думаю, ну ничего. А с другой стороны приятно, что защищают кого? Население защищает, защищают народ. Очень сильное полицейское государство, американское государство, в котором мы с вами живем. Вот представьте себе, здесь у каждого человека, почти что, кто желает, может любой приобрести оружие. Любой, пойдите, полно всяких. И пулеметы, и автоматы, что только у них тут нет. Всякие образцы оружия. У нас есть братья-охотники, можете у них спросить, вам расскажут, какие у них здесь. Все. И представьте себе, любой может, и почти каждый второй имеет оружие в своем доме. Патроны, вот эти пистолеты, все. И никто не стреляет на улицах. Ну стреляют там какие-нибудь ненормальные. Бывает иногда. А представьте себе, если это дать в России, каждый дом, чтобы купил автомат или пистолет хотя бы. Это все. Это начинается моментально гражданская война. В этой стране, на Украине, в Белоруссии, в России, если дадут свободную продажу оружия, как здесь, начнется моментально война. Гражданская. Сразу же начнется. А здесь все, некоторые ходят с пистолетами, в карманах там везде, в машинах у них оружие. Нету войны. Почему? Потому что это безопасное государство. Здесь люди со всего мира стремятся сюда, здесь безопасно жить. Понятно, есть там в разных большущих городах свои проблемы, но в целом, если рассматривать в целом страну, здесь безопасно. Поэтому для нас важно что? Мы поэтому приехали сюда. Безопасность. А теперь представьте себе, Бог тоже хотел, чтобы мы имели безопасность в духовной жизни, в материальной, в физической, в финансовой. У нас была полнейшая безопасность. И поэтому он сказал, пусть молитесь так, поклоняйтесь Богу, чтобы Бог научил вас поклоняться. И Господь пусть сохранит тебя. Пусть будет везде охрана. Пусть ангелы Божии охраняют. Так написано, что ангел Господь наполчается вокруг боящихся. Мы их не видим, но они вокруг нас. А когда мы едем где-то или идем, ангелы Божии вокруг нас, они охраняют нас. Писание так говорит, ангел Господень, охраняющий нас. Ангел руки Его, который приходит по повелению Бога, Он сохраняет нас. Господь сохраняет нас Духом Святым. Он сохраняет внутри нас такое направление наших сердец к Богу. И мы в этом нуждаемся. Поэтому в наших молитвах Господь повелел нам, чтобы мы молились, сохранит пусть нас Господь. Знаете еще, от чего нас Господь сохраняет? От своего собственного гнева. Потому что его гнев, это как огонь Писания. И вот Бог говорит, мой гнев возгорится вскоре. А знаете, как Он охраняет нас? Благодаря жертве Иисуса Христа, благодаря крови Иисуса Христа. Говорит, увижу кровь, и что? И пройду мимо. Так написано в Писании, когда Бог сказал им в Египте помазать косяки дверей, перекладины. И ангел-губитель шел, и он не разбирался. Кто вы там, что? И ты или израильтянин, ты или не израильтянин, араб ты или еще кто-то, узбек или еще казах какой-нибудь, белорус или еврей. Ему все равно было. Он столько говорит, увижу кровь, пройду мимо. Не увижу крови, буду поражать первенцам. Поэтому Господь нас охраняет благодаря жертве Иисуса Христа, благодаря крови Его. Вот почему мы обязаны благодарить Бога Господи, благодарим Тебя за охрану, безопасность нашу от Твоего собственного гнева, благодаря жертве Иисуса Христа и Его драгоценной крови. Потому что она освящает нас, очищает Бог, увидит кровь на нас и проходит мимо. И гнев Его больше не прикасается к нам. И дьявол не может к нам приступить, потому что Господь прощает и сохраняет нас. Дальше, еще одна мысль, которая здесь в 25 стихе написана. «Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя». Теперь нам еще, кроме безопасности и охраны, чтобы ничто нас не поражало, ни демоны, ни бесы, ни грехи какие-то либо нас, даже Божий гнев не поражал нас, потому что мы защищены кровью Иисуса Христа. Нам также еще нужна милость Божия. В каждом дне нашей жизни. Поэтому Господь повелел, вы так благословляйте. Пусть Господь помилует тебя. И мы это находим в Новом Завете, часто во всех посланиях это упоминается. Нет такого послания, чтобы не было упомянуто о милости Божией или благодати Его. Бог милует и прощает и исцеляет. Так Писание нам говорит, мы находим в 102-м Салме, где говорится, что Господь милует сынов своих. Он прощает их, и Он благословляет их, и Он их исцеляет. Поэтому в этой милости Божией включается все. Пусть Господь помилует. Нам очень важно благословлять друг друга и благословлять в наших семьях. Родители, вы когда молите за своих детей, отправляете их в школу, так и молите, чтобы Господь их сохранил и помиловал их, и даровал им благословение милости. Вы знаете, что такое милость? Милость – это когда человек нуждается в чем-нибудь. Он находится, вот как объясняет словарь, который объясняет еврейские слова. Словарь объясняет, что когда евреи употребляли слово «милость», они понимали, что человек находился в жалком состоянии, в очень печальном состоянии, и никто ему помочь не мог, и только милость могла ему помочь, вывести его из трудных обстоятельств. Он не заслуживал ее абсолютно. Никаким образом он ее не заслуживал, но просто доброта какого-то человека или Бога располагалась к этому человеку, и Бог давал ему свое благословение или милость свою. Ну вот вспомните человека, который зашел в храм помолиться, мытарь такой был, грешник. И помните, как он молился? Он молился очень просто. У него не было там больших таких речей, глубоких таких философских, глубокомысленных из Библии, великий Бог, драгоценный Христос, как мы, знаете, любим сейчас так помолиться. Он молился, Господи, будь милостив ко мне, грешнику. И вся его молитва была, одно предложение. Бил себя в грудь и не смел глаза поднять к небу, потому что стыдно было за свои грехи. И что вы думаете, Господь его простил или нет? Мало того, что он его еще оправдал. Написано, он пошел оправданным в свой дом. Вот, он пошел оправданным, нежели тот. Тот сам себя оправдывал, а этот пошел оправданным Господом. Господь посмотрел на него, и так как Бог весьма милосерд, весьма, мы даже не можем этого представить, и Он от своего сердца просто дал ему вот эту милость, прощение, и отпустил его с миром. Иди с миром. И Бог, как вот мы читаем в Писании Израилев, исполнит прошение Твое. Мы видим, что Бог весьма милосерд, поэтому нам необходимо вот эту милость благословлять друг друга. Это говорит нам о том, что когда мы нуждаемся в милости, то мы с вами, братья и сестры, часто ошибаемся, часто делаем неправильные вещи в своей жизни. Поэтому мы все в этом нуждаемся. Все, абсолютно все. Господи, будь милостив ко мне. Я не несовершенный до конца еще в своих поступках, еще в своих словах и делах и так далее. Да хоть бы даже я и думал, что я совершен, все равно мне нужна эта милость. И Бог посмотрит и сделает тебя совершенным. Как он сделал этого грешника. Представьте себе, грешник, ну ничего не сделал абсолютно. Бил себя в грудь, сказал два предложения и повторял несколько раз. Будь милостив ко мне. И пошел домой оправданным. И если бы он умер в этот день, то Бог посадил бы его на престоле как праведного человека там где-нибудь в Царстве Небесном. Можете себе представить, насколько Бог богатый милостью. Так написано. Богатый. Он не жадный. Поэтому давайте вот в это верить и вот так и молиться. И еще, есть написано в 26 стихе, добротит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Вы представляете, а потом, теперь, когда человек уже прощенный, помилованный, то этого Богу еще мало. Бог хочет, чтобы этот грешник помилованный видел Бога, видел его лицо и получал от Бога мир. Обратить свое лицо на тебя. Вы представляете, что такое обратить лицо на тебя? Это значит, Бог будет слышать вашу молитву и мою молитву, если его лицо будет обращено к нам. Давайте вспомним про одного человека, Корнилия, который молился, постился, много добрых дел делал. И однажды Господь ему явился, ангел пришел и говорит ему, что молитвы твои и милостыни пришли на память перед Богом. То есть Бог обратил на тебя лицо свое. Бог обратил внимание на тебя. И в результате его молитвы стали исполняться, и они были исполнены, Бог ответил на них. Поэтому наши молитвы будут исполняться тогда, когда мы молимся Богу, когда Бог обратит лицо свое на нас. Тогда приходит мир и приходит ответ на наши все молитвы. До тех пор, пока Бог не обратит лицо свое на нас, наши молитвы, они где-то там складываются у Бога, в архиве у него хранятся. Вот как хранились они у этого человека у Корнилия. То есть он молился, долго молился, годами он веровал. А в архиве Бога складывались все эти молитвы. Молитвы там уже огромная такая стопка была, в архиве у Бога лежала. А теперь, когда Бог посмотрел, уже пора отвечать. Как? Все. И послан был Святой Дух, и пришло было великое благословение в этот дом и в это семейство. Поэтому, когда Бог обращает на нас лицо свое, мы всегда получаем ответ на наши молитвы. Вот что хотел Бог, чтобы обратил лицо свое, мы так благословляли друг друга, Господи, обрати лицо свое на этого брата, на эту сестру и дай ему мир, то есть дай ему ответ. А вы знаете, что такое мир? Мы находим в Писании, сказано, что не заботитесь ни о чем, послание филиппийцам, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И потом помните, что и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет из сердца и помышления во Христе Иисусе. То есть, посмотрите, человек молится, и обязательно с этой молитвой связан мир Божий. Потому и говорится здесь, обратит тебя, Господь, лицо свое на тебя и даст тебе свой мир, то есть даст тебе гарантию того, что твоя молитва услышана, Бог с тобою и придет ответ в свое время. Поэтому давайте мы еще встанем и так вот благословим, как здесь сказано, так пусть призывают имя моего на сынов израилевых, и я благословлю их. Братья и сестры, если это было тогда, и это так существовало и было, то сегодня тем более во Христе Иисусе это совершается во много раз быстрее и эффективнее. Давайте встанем.